беру езидов на себя лоту гули и его джигиты вернули статус бывшему вору проигнорировав сторонников шакро как стало известно прайм крым вчера в стамбуле ворами из окружения гули и с его же согласия возвращены воровские полномочия сорокалетнему лёкса логуа которых он был лишён дважды сначала в 2015 году членами клана шакро а потом в 2018 членами его же собственного менгрельского клана напомним в первый раз лёкса пострадал из-за подписи под заочным решением по ровшану и тахи когда вернувшийся из испании шакро развернул широкомасштабную чистку кадров лёкса пришлось соврать что его вписали в прогон без его ведома но в это никто не поверил и весь последовавший в 2015 году трехлетний срок за наркотики он отсидел не вором лёкса запретил называться вором зви от азманов когда тот проходил этапом через нижний новгород по пути в колонию в пензу освободившись в 2018 году лёкса почувствовал отчуждение коллег менгрелов которым не понравилось как он открестился от их общего дела и на второй день свадьбы ники гагринского лёкса объявили что он не вор инициатором реабилитации логуа стал бесо зарандия с которым лёкса все это время поддерживал тесное общение бывшие претензеры из числа менгрельских собратьев ролан гигич кори и ираклей булескирия отозвали свои претензии к лёкса решив считать эту сугубо внутреннюю разборку исчерпанной тем более что прощать старые грехи в воровском мире стало новым трендом правда при этом никто не поинтересовался мнением азмановых однако бесо сказал что берет езидов на себя что касается гули не возражая против лёкса в целом он предложил не смешивать его вопрос с теми которые обсуждались накануне на большой сходке посвященной ваше бегание швили с участием трех с половиной десятков воров в законе и